Всем смотрящим данное видео коничива, с вами проект Анимезона, и если вы не смотрели позапрошлый обзор, то рекомендую выключить это видео и глянуть его, потому что то аниме, о котором сегодня пойдёт речь, является не совсем продолжением, но скажем так, связанным аниме с 50-го обзора. Сегодня речь пойдёт о Ицудате Покуро, но Койва Тенсэме Дата. Тихо, тихо, спокойно, я не сатану пытаюсь вызвать, это просто название этого аниме в оригинале. Спросите, почему не на русском, потому что у этого аниме я нашёл как минимум 3 названия на этом языке, а именно, в 10 сантиметрах друг от друга, нас всегда разделяли 10 сантиметров, и мы всегда были в 10 сантиметрах друг от друга. И как мне вот представлять аниме в обзоре, у которого 3 названия, поэтому решил выкрутиться оригинально, но тупо. Тупо, потому что обладание японским акцентом у меня ровным счётом зеро. Ладно, вода прочь, здравствуй, обзор. Итак, рассказывать я буду для тех, кто смотрел Исполнительный комитет признаний в любви, те, кто его не смотрел, можете даже не стараться вникнуть в то, о чём сейчас пойдёт речь. Вновь мы с вами окунаемся в пространство няшности, да милоты, опять сидя дома под пледом, запаршись горячим чаем и вкусняхой, наблюдаем за событиями, имеющие зашкаливающий градус романтики, происходящими между действующими героями. Объявлю сразу и не буду томить. Если в предшествующем аниме вы ждали, как всё сложится между Харуки и Мио, а после разочаровались от того, что авторы просто слили эту пару, то нет, радуйтесь, не слили, а просто оставили все события для них на отдельное аниме. Это не продолжение, хотя как сказать. Тут, конечно, события другие, однако по времени нам всё показывают ещё во времена не сложившихся отношений между действующими лицами. То есть это тот же Исполнительный комитет признаний в любви, только тут всех персонажей откидывают на второй план, а действующими оставляют лишь Харуки да Мио, дабы показать вам и, собственно, мне, как всё сложится у них. Что рассказать по событиям? Ничего. Ну, как ничего? Там... Хм... Ша-ша! Секунду! В данном аниме повествуется о двух влюблённых, чьи отношения разделяют лишь 10 сантиметров. Почему 10? Потому что они оба знают друг друга с давних времён и со времен дружбы успели влюбиться в друг друга. Харуки Куна и Мио Тян разделяют всего лишь 10 сантиметров под... Это была демо-версия этого аниме. Чтобы посмотреть полную версию, вам надо досмотреть этот обзор и поставить лайк, а после посмотра найти где-нибудь самого аниме. Еее, скилл растёт! Однако не покидает чувство, что не совсем у меня всё получилось. Ну, в общем, возвращаемся к традишену и пройдёмся по плюсам и минусам. В персонажей няшность, милота, всё это тут осталось, и развернуто об этом говорить не имеет смысла. Поэтому мы сегодня пойдём нестандартным образом по всему этому, и я вам расскажу лишь о нововведениях в данном аниме. Плюс один. Отмечу в аниме стилистику, перекочевавшую сюда с полнометражки, поэтому даже тут моментами вы будете видеть своеобразную нарезку с течением времени, изображающую энные действия персонажей под энергичную музыку. Это одна из тех вещей, которая лично меня очень нехило зацепила ещё оттуда. Минусов 4, но не пугайтесь, они терпимые, но они есть. Что в первую очередь учту тут за минус, так это даунгрейд графики, ибо если в том же исполнительном комитете признаний в любви она радовала глаз, то тут всё выглядит куда хуже, чем в том, что было до данного аниме. Ну а для самых внимательных назову также и отдельный графический минус, и предупрежу, что частенько рисовка тут способна перекашивать лица персонажей, поэтому в этом плане уверю вас. Это аниме адский ад для перфекционистов, поскольку перекошенные лица тут встречаются чуть ли не каждые пару минут. Ну и так, чисто под конец постебаться над аниме, которое мне действительно понравилось, просто моментами непонятная идея художника. Окей, про графику я сказал, что тут с ней немного проблемы, однако вопрос, какого чёрта Харуки на протяжении всей серии краснеет на одну сторону? Уж очень сомневаюсь я, что на ПК у художника внезапно закончился красный цвет. А вот про последний минус я скажу в самом конце, после конечной фразы и после обзора, поэтому если интересно, можете ещё переметнуться и туда. Почему там? Потому что расскажу про минус, замеченный в одном моменте. Но суть в том, что минус палит то, чем кончится этот момент, и возможно я этим поломаю вам интригу. Короче, это не спойлер, но концовка единичного момента может поломать вам интерес исключительно в том моменте. А пока я скажу, что это 7 из 10, рекомендую глянуть в любителям романтики и, конечно же, шоучу жанра, а теперь пора сказать, что на этом всё. Всем ориготоку заима за просмотр, жмите лайк, если понравился обзор, не забывайте подписываться, и вот ещё немного похожих обзоров, слева сверху, как обычно, предыдущий. Услышимся! Грёбаные собаки! Какого хрена? Не, вы видели? Видели? Какого хрена эта тётка ещё стояла и палила за ними? Откуда она вообще взялась? Это просто топовый наиглупейший облом момента с поцелуем из всех, что я видел. Авторы просто скинули тётку Себа и такие типа... Ага, размечтались! Ещё вообще-то 4 серии впереди! Короче, капец. Нереально, вы до сих пор сможете идти к обзору? Серьёзно? Ну всё, кончился обзор. Ну окей-окей, скажу под конец что польщён, чтобы её досмотрели.